Утро доброго! Солнце ясного! Дня чудесного, дня прекрасного! С добрым утром, уважаемые наши телезрители! С добрым утром, друзья! С вами утренняя программа Арайла Танг на телеканале ТДК-42. И я с коллегой Ернур Канама начинаем. Ерте тұрған еркектің ұрыс артық, ерте тұрған айелдің бір ұрыс артық. Жандың ең кенеліп, қуанышқа, өркендейді, өрлейді ұрыс артып. Ерте тұрып біздің арданы қосқан көрелмен аз саламы ғалейкім. Көндеріңіз шуақты, көңілдеріңіз көтерінкі болсын деген етпен Арайлы Танг ақпараттық сазды бағдарламасы сағат 8 нөлелді. Сіздерге қабар таратуды бастайды. Сұлғы да сынбат тәрттесім денар ақылбек қызымен. Сіздерге осыны атын жақсы ақпар. Қызықты материалдарымызда сіздерге ғарай жолдайтын боламыз. Қымбатты көрелмі бүгінгі тілімізге тегетер алғашқы тақырып. Қала көнінің қарсаңында өткен мүсіншілер симпозиумы жайында болмақ. Қаланы әзгілікті қала атты атылатын жобаның аясында өткен көрме керемет естеліктермен естегалды. Ендейші қымбатты көрелмен мүсіншілердің қолынан шыққан керемет туындыларды бірге тамашылайық. Да, Ернур, ты прав. И я так же рада и как от саваево имени, и как от лица всех горожан, то, что наши скульпторы открыли такой прекрасный симпозиум. Так давайте же посмотрим следующий материал, который приготовили наши коллеги. Будьте с нами. Астровске атындағы ғорыстырама театрының алдында үзгілікті қала мүсіншілер симпозиумының қортынлау рәсімі өтті. Шарада қала әкімі абатшыны бекіпсі түстіліп, симпозиум жұмысына қатсыушы сөретші мүсіншілерді орал қаласы әкімнің алғысқатынмен марапаттады. Айта кету керек, симпозиумының қортынды бөлімінде жетті сөретші мүсіншінің еңбегі ел назарына ұсынылып, көпшіліктің жоғарғы бағасын алды. Ендігі кезекте бұл туындылар қала ажарын айшықтай сөйтін болады. Сонда як аталмыз шарыда қала күні мерекесінің өткізуге қолдау көрсетіп, белсенді атсалысқын азаматтардыңда еңбегі ескеріпсіз қалмай, ерекше қыласпен ата бөтіліп, ағысқаттар мен марапатталды. Ада, Ернур, ты очень правильный подметил, что это катание на байка, это также является искусством. Давайте же посмотрим интересный материал, который мы для вас приготовили. В Уральске прошли соревнования по Жайк Байк Фест. В соревнованиях приняли участие более 150 человек, которые выбрали велоспорт в виде спорта. Цель данного вида спорта – это обучение населении. Кроме того, основная часть населения занимается здоровым образом жизни. Жители города встретились с велоспортом на гонке Жайк Байк Фест. Они разделились на несколько групп по возрастным категориям. Если один круг – 3,5 км, то это расстояние должно было вращаться мужчины 6 раз, женщины – 4 раза. Как отметили организаторы, есть много поворотов, требует физической подготовки. И расстояния должны были вращаться очень аккуратно. В каждой группе по 25 участников, возраст от 14 до 45 лет. Все цели и интересы у всех едины – стать победителем. Конкурс, как и ожидалось, был полон боев. Среди профессионалов, а также любителей, они занимали призовые места. В конце мероприятия победители и призеры были награждены специальными призами. Стоит отметить, что соревнования по этому виду спорта систематически не проводятся. Управление физической культуры и спорта города Уральск сообщает, что в данном направлении проводится дальнейшая работа. Уральск, как и ожидается. Будьте с нами, не отходите далеко от экранов. Уральск, как и ожидается. Один сон, Абат Абайулы Орал-Каласының құрметті азаматы атағын салтына түтірде табыстау рәзімін жүргізді. Урал-Каласының құрметті азаматы атағын иеленгендердің қатарында иеленгендердің құрметті азаматын құрметті азаматын. Но он сегодня, наверное, один из самых красивых городов западных Казахстан. Уэз кезектерінде ембек майталмандары, едіген Набиев, Светланы Бесенбаева, және Винамин Мұқыттаевтар сөз алып, алғыстарын білдіріп, барша жиналғандарды қала күні мерекесімен қыттықтады. Қала күні қытты болсын. Что же приготовили для нас звезды и каким будет грядущий день, вы можете узнать в нашей следующей рубрике «Астрологический прогноз». Жылдызыңыз оңынан тұсын деген тілекпен. Жылды жұрамалайдарына кезек беретін боламыз бүгінгі күніңіз қалай үрбейді, қандай жаңалықтар күтеді, сол жайындағы ақпарда сізде білешіріңіз. Чтобы сегодня не происходило, овным не стоит спешить с выводами. Овны, проанализируйте свое поведение. Если вы не начнете работу над собой, то можете остаться в гордом одиночестве. Не пытайтесь вернуть то, что уже ушло. Телец. Вам будет сопутствовать успех во всех делах. Звезды говорят, что сегодня телец должен набраться смелости и сказать то, что давно хотел. Не слушайте никаких советов, они могут оказаться неискренними. Близнецы. Если хотите иметь хорошую физическую форму, начните заниматься ею прямо сегодня. Сегодня близнецам не полезно много думать. Близнецы. Не стоит искать виноватых там, где их нет. Научитесь брать ответственность за свои поступки. Рак. Не стоит реветь над ситуацией. Посмотрите на нее креативно. Включите фантазию, и решение придет в голову само. У раков сегодня день пройдет на бегу, и по идее он должен все успеть. Позвольте себе сегодня полениться. Вас за это никто не станет ругать. Лев. Сегодня львы должны сказать себе «я смогу», потому что реально смогут. Идеальный день для львов вспомнить о старых обещаниях. Легкомысленное отношение к материальным ценностям может привести к потере. Дева. Спонтанное решение – сегодняшний ключ к успеху Дев. Не начинайте много дел сразу. У вас вряд ли получится разорваться. Если вдруг у вас упадет настроение, то сегодня его легко поднять с помощью любимой музыки. Весы. Сегодня множество людей будут тянуться к вам. Как подсолнухи к солнцу. Это будет вам очень лестно. Главное, чтобы вашего тепла на всех хватило. Сегодня весы могут встретить старых знакомых. Возможно, не совсем приятных. Но не стоит делать вид, что вы их не видели. Сегодня весы почему-то никого, кроме себя, не замечают. Скорпион. Сегодняшняя целеустремленность и настойчивость в скором времени принесут плоды. Сэ ля ви – девиз скорпионов на сегодняшний день. Если вдруг придет в голову гениальная идея, запишите ее обязательно. Стрелец. Сегодня для стрельцов возможна ситуация, в которой они смогут на 100% проявить себя. И это не останется незамеченным окружающими. Сегодня стрельцам придется много балансировать между окружающими и людьми. Сегодня стрельцов могут подвести их организаторские способности. И в итоге работа будет напоминать лебедя, щуку и рака. Козерог. Сегодня должно повезти влюбленным козерогам, которые решат жить вместе с любимым человеком. Козерогам будет полезно как можно больше общаться с единомышленниками. Если узнаете чью-то тайну, постарайтесь тотчас забыть о ней. Она не принесет вам ничего хорошего. Водолеи. Водолеи смогут увлечься чем-то одним настолько, что не заметят, как и день прошел. Оглянитесь вокруг и насладитесь окружающей вас природой. Водолеи. Не будьте столь требовательны к людям. Они всего лишь люди. Они идеально запрограммированные роботы. Рыбы. Сегодня вы узнаете новость, которая круто изменит вашу жизнь, наполнив ее яркими красками. Рыбы, вам никогда не удастся повысить свою квалификацию, если вы не научитесь смотреть на вещи с разных ракурсов. Не желая брать на себя ответственность, вы полдня будете искать себе оправдание. Да, Юрнур, я, кстати, тоже заметила и посмотрела с удовольствием этот видеоролик, который посвященный нашему великому поэту Абаю Кунамбаеву. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Да, Ирнор, ты очень правильно подметил. Студийный наш гость, прекрасная женщина, опытный врач, который придет сейчас к нам в студию, может рассказать не только о себе, но и о своей профессии. Вы можете также узнать много интересного про финансовое страхование жизни. Давайте же посмотрим на экран, будет интересно. Профессия финансового консультанта по страхованию жизни на сегодняшний день является очень актуальной в период пандемии и кризиса и очень востребованной. Наша компания является полноправным участником страхового рынка Казахстана и является агентством финансовых услуг. Для того, чтобы стать нашим консультантом, вам достаточно иметь самому накопительный полис, но дальше компания уже позаботится об уровне ваших знаний, потому что наша компания обучает своих сотрудников, лучших тренеров по финансам на территории Казахстана и за рубежом. Врач, мама и также финансовый консультант по страхованию жизни Абдохова Айсауле Сигматовна. Айсауле Сигматовна, здравствуйте. Как ваше утреннее настроение? Доброе утро всем, доброе утро ведущим. Отличное настроение. Каждый утро всегда начинает хорошее настроение. Керемет Айсауле Ханым, студиямызға қош келдіңіз. Алтын уақытыңызды бөліп, біздің таңыз студиямызға келіп, бізді тамашылабудырған мейманға керемет көңіл кей силуайтын әдеміз сұхпат өрбетуге дайымыз. Ендіше біз сұхпатымызды бастайық. Жалпы Айсауле Ханым, өзің жайында айты өтсеніз. Осы салаға, дәргерлік салаға, Аққалатта Абзал жандардың өмеріне қалай елдің, жалпы өзің жайындағы толға ақпаратта айты өтсеніз. Енді дәргер болып жұмыстеген мен 30 жыл болды. Сол кішкент әйезімнен папа мен мамам айтвет, осында бізге отпасымызға бір өзімізді дәргеріміз керек теп. Сондықтан осы папа мен мамам айтқандың дәргер болдың. Өкінген жоқ баң, 30 жыл медицины саласында жасап келдім, алдығы жерде жасадық. Өкінбейм осы сеген таңдауымы. Өте керемет. Плашы әтқанда, 30 жылдығы ембегіміз бен көп адамындардың еміне шипау болдыңыз десек артыға айтқамыз емес. Өте керек емес, әкінбейміз бен емес. Өте керек емес. Айтсауля Сигматтана, да, учитывая то, что вы врач с 30-летним стажем, работая в общественом здравоохранении, как вы все-таки пришли к страхованию? Да, очень уместный вопрос, потому что для приход именно в страхование жизни, он для меня был как бы случайным. Буквально три года назад, я когда работала в 4-й поликлинике, пришли девочки с этой программой, и когда мне рассказали, мне очень было стыдно, Мне было очень обидно, что очень многие люди, работая там в любой сфере, там в здравоохранении, там образовании, в бизнесе, очень многие люди, они не знают многих программ по финансам. На сегодняшний день быть финансово грамотным, это, во-первых, полезно, во-вторых, это очень удобно для любой семьи. И когда я узнала все эти программы о том, что эта программа работает в течение 20 лет в Казахстане, и мы об этом не знали, я, конечно, решила поглубже узнать эту тему. И когда уже поняла, что именно накопительное страхование жизни решает основные задачи каждой семьи, я решила уже этим заниматься профессионально. Казахстане неизвестен. У нас была работа. Опять, когда они работают, они работают и работают. Они работают с людьми с людьми. Они работают с людьми. Они работают с каждым временем, с каждым временем. Друзья. Вернемся к страхованию жизни. Расскажите более подробно, почему именно страхование жизни на сегодняшний день является чуть ли не обязательным атрибутом для горожан и в целом для населения Казахстана. Да, эта программа накопительного страхования, она полностью созвучилась в моей профессии, потому что я работаю среди людей, видела, что человек приходил в поликлинику на скрин к абсолютно здоровым, и когда через 15 минут ему ставили диагноз онкологии или еще что-то серьезное, конечно, это очень большая травма для человека, большой шок, потому что если он тем более является единственным кормильцем, значит, он теряет доход. Он дальше не сможет работать. Мало того, для того, чтобы его вылечить, нужны огромные средства. Вы же знаете, что поликлиника сейчас может предоставить не весь объем, да, и с другой стороны, для того, чтобы ухаживать за ним, восстанавливать, допустим, после инсульта, инфаркта, да, сейчас, к сожалению, инсультом, инфарктом болеют именно самый трудоспособный возраст от 25 до 40 лет. Молодые мужчины уходят из жизни или становятся инвалидами по поводу этих заболеваний, да, и в этот период семья оказывается без основного кормильца. Финансовой подушки. Без финансовой подушки, и на их плечи ложится вот эта обязанность поставить на ноги этого основного кормильца, и тогда нужны большие деньги. Именно в этой программе накопительного страхования заложены основные задачи для каждой семьи. Но если взять семью, самая главная задача в семье является это дать достойное высшее образование ребенку. И высшее образование надо дать ребенку не то, которое могут родители дать, а то, о котором мечтает ребенок. К сожалению, не зная эту программу, которая работала с 2001 года, я не смогла дать своей дочери высшее образование, она тоже мечтала стать врачом. Но мы с мужем были врачами, и у нас не было средств для того, чтобы обучать ее платно. Она на ИНТ не набрала 2 балла. Во-первых, вы, открыв депозиты по именно накопительному страхованию, вы можете дать уже 100% гарантию, что ребенок получит высшее образование. Второе, сейчас очень стал вопрос глобально, это пенсионное обеспечение. Там молодежь, допустим, вы два ведущих, можно сказать, что вы не претендуете ни на какую пенсию в пожилом возрасте. Хотя именно в пенсионном возрасте, у нас называется пенсионным, во всем мире это называется золотое время. Когда вы у вас все планы у вас выполнили, вы отдыхаете, детей вырастили, и все в пенсионный период, вы отдыхаете, путешествуете, да, в этот момент посмотрите на наших пенсионеров, какие маленькие у них пенсии, да, они доживают. Но для того, чтобы наше поколение, государство заранее продумало эту программу, чтобы именно вы на свой пенсионный период не оказались у черты бедности, да, чтобы вы могли путешествовать, чтобы вы могли детям и внукам дарить именно вот такое хорошее времяпровождение. И вот это, да, накопительное страхование, оно решает еще и пенсионный вопрос. Вы с помощью этой программы можете сами сформировать свою частную пенсию. Какую вы хотите в то время пенсию получать, вы сейчас можете запрограммировать, и мы помогаем это рассчитывать. И третий пункт, который решает наша программа, вот то, что созвучно с моей профессией, мы сейчас помогаем людям открыть эти депозиты, потому что по этой программе, если вдруг с ними что-то случится со здоровьем, да, то страховые компании выплачивают огромные суммы. Вот по больничному листу можно получить до полтора миллиона тенге помощи, если человек получил травму. Полтора миллиона – это большая сумма. Если тем более человек сел на два месяца на больничный лист, конечно, он теряет зарплату, да. А остаются и коммунальные расходы, и оплата учебного детей, там, ипотека. У нас уже население полностью в кредитах, да. Вот эти все выплаты, они остаются как бы неоплаченными. И в это время выплаты по страховым компаниям, они помогают этому человеку вернуться на нормальный образ жизни. И есть, как я повторю сейчас, те диагнозы, которые… Онкология. Она, кстати, очень помолодела. Даже малыши сейчас болеют онкологией, да. Вот эти серьезные болезни, как инсульт, инфаркт, да. В них вы можете получить до 5 миллионов тенге помощь на реабилитацию. 5 миллионов тенге для семьи – это огромная поддержка. И для обычной семьи, и для, допустим, бизнесмены. Мы бизнесменам тоже рекомендуем эти программы, и они с удовольствием открывают, потому что любой бизнесмен понимает цену каждой копейки. Да, каждой копейки. Бизнесменами становятся не те, которым легко даются деньги. Это те люди, которые знают цену каждой копейки и умеют планировать свои деньги, да. И, конечно же, даже бизнесмену 5 миллионов тенге на реабилитацию – это большая поддержка, чем вытаскивать эти деньги из своего оборота. Вот такие основные задачи, которые решает накопительное страхование. Поэтому я в этой программе, поэтому я стараюсь найти возможность и подход к каждому человеку, чтобы каждая семья это имела полис. Буквально, если сказать, что через годика 3-4 эта программа будет обязательной, как и во всем мире, у каждого человека будет свой накопительный полис. Замечательно, очень познавательно. ДОРМИЧИНЫЕ ВЫСТАuerí Большое слово «кышкинтай бала» от ростановый депозит и лица было 7 лет, И это было очень много времени, потому что 7 лет назад он тренировка, спорт, айналсат, он там травматизация, он там был. И так далее, он был очень много проблем. Немного времени, после этого, он был в основном, что он был в основном, он был в основном. Ай сайын 10 млн тенге салу отырған жағдайда, бұл отпасыны сақтандырылды деп санауға болады. Бұл жағынан ол айтып кететін болсақ, біздің мемлекет керем қалған жүргініп. Бұл қиындық болса, шауып акиматтан көмек сұрайды, бастарына қиындық түссе, енді бұл осындай бағдарламасы бар адамдар, олар ешқада ақша сұрап, ешқада жүргімет, сақтандырып болыз. Барлық осы денсаулығының орнына келтіріп, бұл күршіғындарына жауына көмек көрсетеді. Ешқандай бұл өлер айтап, енді бір травм алып қалсақ, сүведетілік керек шығар деп жаңағы автострахавайнда болады осындай жоқ, бұл бағдарламамен ешқандай сүведетілік керек болмайды. Трамп ұнтке барып, сұправ қалып, рентгенске сенеміттарын түссеңіз, сөзін жаңағы бәліншіне лестейді оғы жарамсыздық парағы. Соны көрсетсеңіз, сақтан дұр компания толықтай түлейті қшылар. Неге десеңіз, барлық ақпарат қазмет деген программыда тұрғы. Әр медицины мекемесі жаңа келген адамның бүкіл шағымынан бастап анализдерін бәрін қазмет программаға салықпояды. Сондықтан сақтан дұр компанияды олар соғы программымен көргі тұрады. Жасы олғайған адамдарға, ересек адамдарға осындай жағдайды, олар бұрынғы жүйеге сүйеніп кәзірде жүр, олар осы бағдарламаның естігенден кейін, қанша денгейде, қанша мүл жүрде ақшы салға? Возрастные ограничения потом тоже скажите, пожалуйста. Программа накопительного сарахования, она работает от возраста от 7 лет до 63 лет. То есть старше 63-х они не могут принять и купить полисы, верно? Да, максимальный возраст 63 годы. Сумма начинается от 120 тысяч в год, это 10 тысяч в месяц, она считается доступным для каждой семьи. С другой стороны, эта программа, она дисциплинирует каждую семью, откладывает деньги, потому что, да, какую бы зарплату люди сейчас не получили, они стараются ее все потратить, набирают кредиты, подняют существующие доходы, да? Им кажется, что сегодня каждый человек, хоть и не зарабатывает 100 тысяч, но у каждого молодого человека на руках вы можете увидеть за 300-500 тысяч айфоны, да? Это является как бы трендом, модой, да? Но за этим стоит большая ответственность, поэтому надо сейчас позаботиться о финансовой грамотности каждого из семьи, каждого человека. В зарубежных странах о финансовой грамотности говорят с малолетства. У них в школе с первого класса преподают финансовую грамотность. Я знаю, что в Казахстане у нас тоже есть школы, где преподают финансовую грамотность уже с матч-классов. Со временем, конечно, это будет уже во всех школах, но сейчас, пока мы вот так пытаемся через беседы, через встречи, и вот теперь благодаря вам, ведущим, я имею возможность до каждой семьи довести эту тему к тому, что как бы хорошо вы сегодня не жили, как бы вы много сегодня не зарабатывали, надо сегодня начинать откладывать, потому что что завтра будет, одному Богу известно, и когда произойдет какой-то случай, уже поздно будет. Этот накопительный полис, он как парашют. Когда человек выпрыгнул, он нужен этот парашют, да, но если когда ты падаешь, если парашюта нет, там уже ничего не поможет. Когда произошел несчастный случай, уже ничего не поможет семье. А страховая компания, она всегда придет на помощь, поможет оплатить многие долги, обязательства. У каждого человека, который является кормильцем, есть обязательства. Он планирует обучить ребенку, дать ему достойное образование, выдать замуж, женить, там, купить дом, оплатить ипотеку до конца, да. И все это решается через программу накопительного страхования жизни. Айса Оля Сигматовна, расскажите, пожалуйста, какие люди не могут себя застраховать? Может быть, есть такие категории болезней, которые нельзя вообще страховать, либо совсем поздние стадии болезни? Спасибо большое, Динара, потому что, действительно, я упустила этот момент. Страховый полис на себя не могут открыть люди, которые уже состоят с критическими заболеваниями на диспансерном учете в своей поликлинике, да, с онкологией, если у него был уже инфаркт, инсульт. Конечно, компания страхует свои риски, поэтому пока человек здоров, абсолютно молод, нет у него инвалидности, он может себе открыть накопительный полис. Спасибо вам, Айса Оля Сигматовна, за столь интересную и содержательную беседу. Я думаю, многие наши телезрители взяли из себе очень многого полезного и в том числе познавательного. Доросайдасын, Динара, баянды, гумырына, кепелевылар, осындая жобалардын жалғасын тапканы бізде калаймыз. Жумысын, жемысты осын деген телекпен, енді біздің бадарламамызын уақытта таяп келеген екен. Енді бізді тамашылап отыраны көрерменге, өзіңіздің таңғы тілегіңізді жолдасаныз. Енді айтадығы, таяртен оянғанда, Алла Тағалаға рахмет айту керексіңіз. Бүгін ояндым көзімдаштын деген кешке жатарда, сол рахметіңізді айту жату керексіңіз Алла Тағалаға. Осы, үйбергенне, жұмыс бергенне, осы, күнді өткізгенне, аманы сен, еңе оралғаныңызға деп, сол, қайда жүрсеңізде, Аллаға сыйынып, осылайты рахметіңізді айту жүрсеңіз, алдыңыздың нұржауатте өлейм, әр өтпасына, тек қана, молшылық тілейм, бақыт тілейм, дендерің сау болсын, дендерің сау болсын, дендерің сақтаныз, сол қоныш тілейм бәрінеде. Рахмет. Керемет. Сәуле қаным, студиямыз қалтын уақытыңызды бөліп келгенізге өлкен алғысымызды бөлдіреміз, алдағы уақытта да жұмысыңыз жемісті болсын деген тілекпен біз бағдарламамызды жалғастыра. Сегония хачу рассказать про цветы драцена. Вот што ты знаеш о цветах? Мен болгүлдің атон, бірінші рет есті отырмен, ендеше болжайындағы ақпарды сіз бізге бөлесіңіз. Ендеше қымбатты көрермен драцена көлі жайындағы ақпарды сізде біле жүріңіз, назарыңыз секранды болсын. Драциена Африкадан шыққан тропикалық өсімдік. Драциена атауы ұрғашы айдақар деп аударлады. Драциенаның жапырақтары жасыл түске бойалған және осын пішінге е. Өсімдіктің осындығы да кішемес. Оның жасына қарай 10 сантиметрден 3 метрге дейін өзгереді. Бұл өсімдік күлдемейді. Алайда иесін әдемі жасыл жапырақтарымен қуантады. Драциенаға дұрыс күтім жасағанда оның өмір сүру уақыты кем дегенде 5 жылға жетеді, ал оның жеге 15 жылға дейін барады. Бұл жүрде оның қай түрге жататынна да байланысты. Драцинаны бұрыннан үйде өсіре бастаған. Себебі ол иесін аса ерекші күтімді қажет етпейді. Хош естір драцинаның жапырақтары еліп және сал бұра бұседі. Жапырағының ұзындығы максимум 6 метрге барады. Сары күлдерінен шығатын хош ест бөлмені алып тұрады. Иң жағдайынды өте сирек күлдейді. Тропикалық өсімдік күн сәуелесе түкетіскенде өзінің шақсы сезінбейді. Драцина терезенің алдына қойсаңыз, батыс пен шығысқа бағыт жасай отырып қойу керек. Жаздарады драцинаға қолайлы температура 20-25 градус болса, ал қыста ол 5 градус тұғырайды. Егер драцинаға жел соқса, ол өліп қалады. Драцинағы барлық түрі дерлік су шашуды қажет етеді. Жылдың қай уақыты болмасын су шашып тұрыңыз. Драцинағы душтың астына жуып жапырақтарын алғалдакимен сүртіп тұру керек. Қымбат көремен осымен біздің бағдарламамыз өз уақытын мәресіне жетті. Уважаемы наши телезрители, вот и подошла к концу наша программа. Желаем вам прекрасного дня, здоровья и удачи. Будьте с нами.